всем салют сегодня опять хочу поговорить о турбине на автомобиль я снимал ролик много получил критики ну действительно правильно спасибо стать что писали комментарии плохие хорошие все комментарии ценю и вот хочу вернуться именно к этому ролику ставил обычный компьютерный кулер и все писали нулевая нулевая да я сам за счет нулевая я просто так сделал вот как вот обычный ролик просто это не собираюсь там снимать как вам сказать как снять стартер да как поменять генератор мне тут вообще не надо мне интересно это все почти умеет а кто не умеет окей google там все выдаст мне что-то хочется снимать такое ну чё как вы как вы назвали шлак о шлак шлак канала даже название поменять или сделать другой канал вообще как шлак снимать да пошел кто-то и прав согласен там с вами может быть но я не заряда засоряет там вот там другие есть видео такие такие вот всякие там вот реально старяют может быть интернетом а я стараюсь снимать не смотрите в принципе не ход и у меня есть своя там аудитории который будет смотреть и вот и суть этого ролика вот про кулер когда я ставил как турбину да конечно ничего не получилось это было как сказать понятно что ничего не получится да все нами сразу дашь сейчас покажу он уже запылился вот обычный вертушок здесь как воздуха но прикручивал и вот включал напрямую смотреть что будет на конечно ничего не было да вообще никого разницы нет и не будет то есть все это фигня понятно а вот вот кто шаре давно кто писали да а если есть пылесос старинный да с сэрский там есть один выход допустим он всасывает другой шланг перекидывает он выдувает да если его подключить к воздушным фильтру то есть автомобиль снять фильтр да вот сам умный там подскажите подскажите мне в комментарии да там советуйте там я не знаю свое разложить будет хоть что-то чувствуется реально какого-то турбина не говорю что машина должна летать что-то это просто хотя бы временного просто отсюда и 300-400 метров проехать попробовать есть вообще какая-то разница вот как-то чисто вот для этого видео снимая не ездить с пылесосом допустим да как вы понимаете если этот чтобы на выдув пылесос работал как листики так сдувает я снимаю воздушный фильтр в автомобиле прикручиваю туда шланг ставлю пылесос пылесос подключаю понятно когда через переобразователь на 1 на 2 киловатта в автомобиле я просто и пылесосе снимаю фильтр чтобы сначала работал нормально то есть без пылесоса машиной работал а потом я на кнопочку включая переобразователи напряжение пошло в пылесос да допустим и начинает выдув туда пылесос мощный да выдавка какой большой то будет и как вот по вашему мнению будет так работать он чем вот этот фигня который не должна работа вот пылесос по чуть-чуть что-то будет всасывать туда воздух какой-то будет отдача от этого машина поедет лучше или не поедет хотя бы временно вот так попробую напишите обязательно вот комментарии так тому что есть задумка сделать ну вот друзья обязательно напишите хоть хорош хоть плохой комментарий да вот свое разъяснение дадите вот будет реально пылесос или работать и вот кто разбирается я знаю что у меня бывает мод пишет там занимается тюнинга там прошивками там вот расскажите как будет себя вести вот дальше который стоит у воздушного фильтра но датчика расхода воздуха которая вот как он будет его или отключить когда так буду делать вообще чтобы он ушел аварийный режим то есть повысил оборот ну вообще его отключить или с ним же когда подачи воздуха палец чем будет показывать буду ли вообще чуть пока тут кто-то понимает да он много ту шарит да я представляю что будет происходить ну на практике может совсем все по-другому вот напишите обязательно свое мнение как это дать будет работать когда туда будет дувать воздух пылесос да и как вообще другие датчики будет смотреть или вообще какие-то датчики может включить потому что жигулях можно вообще все отключить до подряд чтобы пробовать на этих жигулях можно все отключить оставить только датчик линвала до согласитесь да и датчик трос из холосты чтобы нормально все работало или ничего не отключать просто думать туда и еще вот хочу такую сказать что еще хотел попробовать просто с времени а если сделать турбину даже не то что турбину сделать как мы знаем что у нас воздушный фильтр стоит и под рамку там нету воздуха да там не вернее воздух есть нету там кого-то вакуум любом создается когда мы едем там не туда такого большого потока то воздуха а если вынести трубу как ты сделал такую воронку спереди туда шланг нужного диаметра под воздушный фильтр и когда мы будем разгоняться чтобы эту воронку засасывал поток встречного воздуха входил и вталку через воздушный фильтр и пошел то есть это что-то будет влиять на езду автомобиля или нет вот тоже кто знает да вот обязательно пишите комментарии мне просто интересно потому что я буду пробовать все равно как бы это не было будет это работать или не будет работать я все равно попробую обязательно подключить пылесос только не на 1 этот на 2 киловатта переобразователь и ну есть у меня еще идея может отдельно снимать сделать это хочу у меня есть очень много бесперебойников для компьютеров да там они там один на 500 другой на 350 ватт и принципе вот эти кулера компьютер который оставил они туда пойдут у меня их много пойдут как охлаждение то есть они будут до работ лампочка там горит все это же я пробовал да про схему откусит быстро сделать а вот как их соединить там 350 ватт там 500 ватт 600 ватт вот между собой чтобы слова да я тоже сейчас ломаю эту голову хотя есть там смотри все есть как сделать то есть я это тоже сделал подключу несколько это схем ну еще не знаю там на тренинг транзисторы что-то еще и особо это еще пока не вникал ну что может я соберу из этих перебойников питания себе два киловатта себе автомобиль пускай всегда волю лежит позиция будет всегда со мной то есть и заодно попробую пылесос кемпе или уже принципе найду уже готовым там два киловатта в этом пылесос 1800 на нем я думаю по боли даже ну хотя бы два киловатта вот обязательно пишите будет реально работать если даже сделать поток воздух чтобы схватывал хоть будет лучше машины или этот пылесос поставить вот принципе на этом ролик так я и хотел вот снять то есть а насчет вот этого кулера который оставил маленький да много чего люди ставят куда их не ставят там автомобиль не идет я просто решил попробовать да и на этом я не остановлюсь конечно буду пробовать мне интересно снимать как снять колесо да как снять гайки до рассказывать тому что и ну не хочу я это все что-то фото да дайте мне он не знаю было бы мне приносило ну мне принципе и дает не секретный приносит видео денег ну не так это много денег приносит здесь вот на этом дзене допустим да а если взять какую-то другую я не знаю площадку где приносила бы да я с этой машины вытворял чего угодно если же шел больше заработок да а здесь я просто говорю зарабатывать что-то вот так вот реально копейки я стараюсь снимать сейчас снимаю и через буквально 20 минут она уже будет у меня на площадке дзене допустим да или на другой площадке я не собираюсь тут возиться с каким-то монтажем то суда я снимаю я даже ошибки где-то говорю я все равно туда закидываю и я вообще этом как-то не без разницы я особо не как не вникают да как там ну и ждая да там автор написал мне какой-то другой что снимает не вникает да я не собираюсь вникает он конечно другом кому-то отвечал да я не вникает я снял сделал все я видел там набрала у меня там на дзене там грубо говоря 10 тысяч просмотров на яндекс там площадка там по 40 по 60 тысяч набирает до просмотров как-то у них разница да и смотреть здесь у меня будет мало просмотров зайдешь рисковике там намного больше просмотров ну неважно какие-то бабки капнут и все я не собираюсь монтировать там ездить туда-сюда были много денег игру приносила мне нормально не говорю что это много один так не космический день какие-то я вам и снимал хорошие ролики может быть когда будет больше подписчиков я обязательно буду лучше снимать и а за счет ваш комментарий я как-то ну я надеюсь меня много кто понял почему видео такие выходят какие-то такие может быть не особо там я снимай как раз красиво там а все раз раз быстренько раз ну может кто-то понимает там уж нету стимула куда-то особо двигаться да я стимул что-то заснять но я думаю на этим закончить видео вроде как буду сейчас выкладывать а не сейчас кое-что покажу у меня там сзади лежит поршневые на мопед хочу туда автомобильным поршнем угнать до какого-то день 76 размера может побольше и сделать главу поршневую расточить не каким станками а в домашнем условии да там них много поршневых они кстати новые так говорится есть откуда все брать и это я попробую в домашнем условии расточить под большую поршневую именно под автомобильную поставить что мопед завел сюда это от четырех тактных мопедов сейчас вам покажу даже не мне лежат то есть может еще с ними придумал них там много тоже будет какой-то ролик по поводу этого да там собираюсь и движки в мопеде распилить кое-что поршневую ну чё-то собираюсь тоже снимать как говорится куда-то все равно двигаться сейчас покажу за коре они у меня вот абсолютно новые поршневые есть колечками ну то есть ребята как-то так что-то буду из них придумывать ну давайте друзья да на это ролик закончим обязательно жду ваши комментарии да по поводу турбины вот именно это ролик и был насчет вот это турбины которые хочу попал с пылесос да а насчет этого кулера не обращайте внимание я просто попробую вашу не будет работу да я говорю я особо не пальцем взялся поставил заснял все напишите обязательно будет ли пылесос работать хоть как чего-то или сделать тому то чтобы воздух всасывал при скорости то есть сделать воронку чтобы туда воздух при движении встречный воздух попадал ведь что-то появится лучше или нет обязательно жду комментарии ну на этим спасибо друзья всем кто пишет комментарии хорошие или плохие вообще не важно главное есть какая-то движение там в комментариях самое главное на этом все пока ребята из кому надо подпишись поставь лайк до новых встреч